Привет всем! Алло всем! И добро пожаловать в новый влог! По вашим просьбам, чтоб я как-нибудь, как-нибудь, чтоб нет-нет, снимала закупочки. Вот. Вот как всегда после работы заехала. Ну, я вчера тоже закупалась. Ну, чё, я думала, не буду мелочь снимать. Вот заехала к Ауфланд, в Лидли была. У нас это здесь, в Германии находится. Так, что вам сказать, что я купила? Сейчас сразу скажу цену. Про вот это, то, что я вот сейчас тут у меня лежит, я дала 86 ойров. Так, ну, начинаем отсюда. Что это такое? Это значит мелко, да? Это вот так вот возьму и сделаю. Вот так вот. Сейчас две штуки я вот так вот возьму. Вот, вот это вот мелко. Да, это мне напоминает, знаете, что этот кухон-тайк, ой, кухон. Это как зебра, да? Это как бисквит такой зебра. Помните, раньше мы пекли? Это вот точно вот такое вот тесто. Потом ханута. Это вафельки. Буду сюда просто вам ложить. Это вафли. Потом дуплу. Конфеты я покупаю всегда, всегда, если вы видите. Потому что у нас то на работу, то дети берут, то и так по вечерам. Что пеку, что не пеку, все равно конфеты у нас, это всегда как бы есть. Потом буяна тоже, эти конфетки. Потом вот это вот с керна, вот эти конфетки нам тоже нравятся. Есть и белые, ой, светлые такие всякие. Есть вот такие вот с белым. Очень вкусно, кстати, они диетические. Потом джотто это, тоже эти конфетки. Вот джотто. Тоже они очень вкусные. Там такие маленькие, знаете, как шарики. Ну, это лепкуга. Это, как сказать, лепкуга. Я не знаю, как оно по-русски будет. Но это всегда вот на вайнах, на Рождество. Вот такое вот мы постоянно покупаем. Я даже сама такое пеку. Но это тесто очень такое, знаете, тяжелое. Его надо делать на водке. У нас вот есть один такой старинный, старинный рецепт. Вот. Еще мужа, мать, Мотор, она вот такое вот пекла. Они очень, как бы их семья, да, вот они вот очень вот такое вот, как лепкуга, они пекут. Так, что еще такого? Так, это я взяла. Канелуни купила. Так. Грибы. Потом. Тут в пачке 4 штуки. Это кейза. Это, значит, сыр расплавленный. Там внутри еще, тут 4 штуки, да. И внутри вот такое вот пачечка варенья. Такое вот кислое-кислое это-то варенье. Меня сын любит. Я постоянно беру. Потому что сейчас не знаю, что варить или канелуни сделаю, что-нибудь быстро. Короче, я вам так скажу. С одной работы на другую. Ну, у меня дома так бы чисто. Я всегда у меня чисто-чисто. Я поддерживаю чистоту. Я только, если прихожу, там начинаю кушать, варить, пропылесосим. А так у меня нет такого, например, перед вайнах там или там, ну, как перед Рождеством, перед Новым Годом. Как-то люди, как вам сказать, шторы стирают, как бы готовятся. Нет, это я делаю поседневно, каждую неделю. Ну, как бы шторы я не стираю, у меня вот такие шторы. Как бы у меня такого нету. Окна я, бывает, даже два раза мою. Это мое любимое, как сказать, хобби. Я люблю убираться. Так, апельсины. Тоже вот сюда буду ложить. Апельсины. Это мандарины. Потом это картошка. Я ее полностью... Не разрезаю. Я ее полностью мою. Где большая. Вот так вот разрезаю. Делаю туда оливин-эль. Это значит оливковое масло. У меня еще с Италии чистое-чистое масло. Мы туда, когда едем... Мы каждый год туда ездим. И у нас там, как бы, знакомые дали нам чистое такое итальянское, итальянское масло оливковое. Потом яблоки. Потом... Как же они по-русски будут? По-немецки это каки называется. Тут сколько? Пять штук. Потом мандарины. Потом бананы. Там у меня еще есть бананы. Но если остается, я делаю смови всегда. Потом это у меня... По-немецки цукини будет одна штучка. Я даже вам сейчас скажу, сколько она тут вытянула. Сколько она тут вытянула? Оэро 15. Это моя штучка. Это... Ладно, мать. Подождите. Вот это вот одна штучка такая. Считаете? Одна вот вытянует. Ой, раз лишнее, да? Куда я ее положу? Сюда пока положу. Так. Это сюда. Все равно сейчас убираться. Так. Грибы я показала. Потом паприка. Потом что еще? Короче, две упаковки. Две сетки. Это мандарины. Потом черный чай. Гридли. Я уже про него рассказывала, кто в Германии живет. Очень хороший чай. Очень. Потом пингуины. И сколько они нас стоят? Боже. Кто-то у меня спрашивал про это. У нас стоят они 2,29 евро. Или 2,49 евро. Но не буду говорить. Не буду говорить. Но 2,00 евро с лишним это точно. Так. Потом масло подсолнечное. Пенюшка. Да-да, я еще в пенюшку была. Это я за маслом. Оттуда, кстати, оттуда вот масло хорошее с пенемаркта. Так. Ну, это майонез. И молоко. Вот это я услышала от пациентов. Сказали, что пенемаркты, вот это именно молоко хорошее. То у меня там был пациент недалеко. И я вот зашла за молоком и купила масло. Ну, масло это везде одно одинаковое. А вот молоко, вот не знаю, сказали, что хорошее. Чем оно хорошее? Вроде везде одно и то же. 3-5 процентов. Кайна анонг. Потом посуду мыть. Вот. Потом что еще? Ой. Упс. Потом оливки. Так, показать вам. Ну, вот так вот оливки. Это черный хлеб. Он с керны, да? Виталь плюс фит. Это значит, как сказать, ну, как дочка мне всегда говорит, мама, это для спорта хлеб. Ну, как сказать. Тут мидкерны. Я не знаю, как они по-русски будут. Мидкерны, да? Такой, как... Не могу даже вам объяснить. Потом... Там всякие, короче, семечки в нем есть. Полезные. Потом взяла так сколько таких и таких. Это русские на них говорят, русскоязычные люди говорят пончики в шоколаде. Но это не пончики, это донукли. Потом вот это сухие всякие засушенные. Это тут и орешки, тут и сухой кокос, потом изюм, потом и манго. Короче, тут все засушеное. Но оно мягкое. Потом это сыр. Тут он два вида. Темно-оранжевый и белый. Потом тут тоже такая же пачка. Потом блето-тайк. Это слоеное тесто. Я его очень люблю, очень-очень. Потом ананас. Сюда положу я, потом место сделаю. Он, пока, сюда пока положу. Потом что это? Ну, это кейзи-брухи-мута-короче. Ну, это чтоб сейчас просто перекосить быстро. Это булочки с сыром. Потом колбаса. Потом опять это пингуины. Ну, на подобии, как пингуины. Фирма одна и та же. Киндер. Это просто тут внутри, как вареная сгущёнка. Но это карамель. И наверх посыпано шоколадом. Потом это то же самое. Это надо всё как бы в холодильнике хранить, да. Это масло, то, что пеку часто. Скоро будем с вами печь муравейник. Ну, вот эти вот. Вот три штуки. Потом сыр тоже, как творог. Потом яйца. Потом вот этот вот тоже куган. Ну, это как рождественский куган, да, как сказать. Ой, рука болит, ажно. Потом это бринза. Скоро буду вам тоже делать рецепт. Молдавское блюдо. Мамалыгу. Медфиш с рыбой. Потом это тоже брынза, да, она с кройтами идёт. У меня всё брынза. Потом это блетотайк. Это сегодня дочь что-то хочет делать, не знаю. Две штуки я взяла, что она там хочет. Потом батарейки этот и всякое такое на ёлку. Ёлку мы нарядили, потом вам сниму. Там кое-что тоже я купила, чтобы дети не видели тоже. И конфеты, и вот такое всякое. Так, что ещё? Вроде бы всё. Яйца. Это булочки-шнеки. Обыкновенные булочки. Сын так в школу берёт. Редко, но берёт. Так. Ну, вроде бы всё. Вроде бы всё. Вроде бы... Так, да, я это показала. И бананы, и это как сервелат. Это, знаете, там майонез. Там внутри петрушка, укроп. Такое вот с специями всякими. Ну, всё, вроде бы. Вроде бы всё вам такое показала. То я вам что-то как-то снимала, помню. Посмотрела наверх, а здесь всё я забыла. Ну, буду с вами прощаться. Мы ещё с вами встретимся. Большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Хорошего вам вечера. Субтитры подогнал «Симон»